Мы не можем и даже не пытаемся защитить свое здоровье и даже просто самих себя. Поэтому бизнесмены останавливают принятие законов или привозят и продают праворульные авто. Поэтому денежные адвокаты Атамбаева завладели умами и сердцами людей. Конечно, операция по захвату Атамбаева в Койтаже была организована из рук вон плохо, но это не означает, что объект захвата был хоть в чем-то прав. Если водитель сбил на улице человека, а патрульная милиция при его задержании нарушила правила дорожного движения, это их нарушение никак не оправдывает действия водителя. А если водитель за рулем еще и не является владельцем автомобиля, это его вину усугубляет. Как усугубляет вину Атамбаева то, что он свою винтовку кому-то передал, если не стрелял сам. Среди некоторой части мужчин, пытающихся выдавать себя за мачо, распространена привычка иметь оружие. Причем не один экземпляр, а разного типа и калибра винтовки, ружья, пистолеты. Но даже безобидно висящее на стене ружье имеет обыкновение хоть раз в год стрелять. А когда человек еще и под это оружие строит себе в доме пуленепробиваемый бункер, то жертвы обязательно будут. И он сам уже назначает тем самым себя в преступники, хотя и хорохорится перед публикой.